привет друзья привет подписчики сегодня будем бороться с такой проблемой как торможение телефона будем ускорять любой телефон в пару кликов неважно какой у вас модель важно чтобы вы проделали все эти манипуляционные действия на своем телефоне и ваш телефон не будет ни лагать не глючить будет держать дольше батарейка будет стабильная связь будет вообще работать хорошо процесса не будет никаких торможений виде анимации включенных да и будет телефон очень стабильно работать как это все сделать сейчас покажу и расскажу с вас лайки подписка во первых стоит понимать что на вашем телефоне почему он быстро стоит садится и почему он как-то так медленно работает потому что на вашем процесс телефоне очень много запущено процессом когда даже он лежит выключен вы выключаете телефон а вот эти вот процесс если вы шторку опустите то вы увидите что вот здесь вот находится такая вот панель где очень много различных процессов это и без звука, это режим полета, это геолокация, это разряд батареи, сканер, ночной режим, день и ночь, вай-фай. Так вот, у вас их должно быть по минимуму этих режимов. Если у вас их много, это очень плохо. Как их отключить? Вам просто надо нажать на вот этот вот карандашик, и вот где у вас будет вот эти вот приложения, вы просто их нажимаете, вот смотрите, к примеру, плюс, да, у вас стоит режим чтения, вы нажимаете на этот минусик, и он у вас уходит. И вот таких приложений, посмотрите, какими вы их вообще не пользуетесь, вы их уберите нафиг со своего экрана, так вы сэкономите действительно очень много электроэнергии на своем телефоне, и так вы ускорите его в разы, потому что не будет заторможений в виде разных там отвлеканий системы на те работающие приложения. Второй пункт. Нужно понимать, что вовремя нужно обновлять свой телефон. Если телефон не обновлен, у вас висит просто прошилка, и это тоже очень сгубно влияет на телефон. Как обновить? Нужно самому проверять, просто зайдите в настройки в телефоне, и вот здесь вы найдете много пунктов, которые называются версия MIUI. Вот видите, вот версия MIUI. У меня сейчас 13, кстати, напишите, какая у вас версия. Вы сюда нажимаете, нажимаете проверить обновление, если у вас какие-то обновления есть, то вы сможете благодаря этим обновлениям, конечно же, обновиться. если нету никаких обновлений, то это хорошо. Если у вас есть, то вы нажимаете проверить обновление, в три точки, и здесь у вас будет скачать полную прошивку, и скачиваете полную прошивку. Нажимаете перезагрузить, ваш телефон перезагружается, у вас все работает. Это тоже нужно понимать, потому что мало кто обращает внимание на вот эту вот прошивку, но действительно она очень слабо у вас работает. Следующий пункт, который тоже нужно обращать внимание на свой пункт, это к настройке телефона. Заходим в настройки телефона, о телефоне, и здесь у вас будет много тоже параметров. Нам нужно потапать по версии вот этой вот MIUI, чтобы у нас открылось то секретное меню, которое нам будет нужно для дальнейших действий. Возвращаемся на пункт назад, и здесь у нас будет пункт, который называется расширение настройки. Видите? Заходим в расширенные настройки, и здесь мы видим много разных пунктов. Нас интересует вот этот вот, видите, спецвозможности. Нажимаем спецвозможности, тут выбираем зрение, пунктик, и здесь у нас убрать анимации. То есть на многих телефонах вот как раз стоит эта анимация. Эта настройка не нужная, потому что она притормаживает очень сильно телефон. Вам его просто нужно вот так вот выключить, чтобы никаких анимаций не было на экране, и телефон действительно станет работать быстрее. Вы это сможете тоже заметить в пару кликов. Возвращаемся на пункт только назад, больше не нужно вам. И здесь у вас появится пункт, который называется расширение памяти. Многие рассказывают, что это не работает, но я хочу вам сказать, что это действительно все работает. Если вы включите этот пункт, вы сможете увеличить оперативную память. К примеру, у вас было 6, станет 9, было 9, станет 11, было 11, станет 14, и так дальше. То есть это очень хорошо повлияет на работу вашего телефона. Если какие-то процессы тормозили его, то вот эта вот дополнительная оперативная память поможет избавиться от вот этих вот торможений. Самое интересное, оно как работает. Оно берется с памяти обычного, с памяти вашего телефона, вот эти вот 3 гига, но они идут как раз на улучшение работы и рабоспособности вашего телефона. Очень классная настройка. Рекомендую всем ее сделать 100%. Следующий пункт, смотрите, у вас появится такой пункт, который называется для разработчиков. Мы его все видели, да? Он вам и понадобится. Тоже смотрите, заходим для разработчиков, и здесь у вас будет несколько пунктов, которые вы тоже обратите внимание. Они помогут вам сделать так, что ваш телефон будет работать на полную катушку. Значит, смотрите, тут у вас есть такой пункт, который называется буфер журнала. У вас, как правило, он стоит на 1 мегабайт либо на 4. Ставим на 16 мегабайт. Это тоже позволит вам ускорить свой телефон. Но если какое-то приложение вы скачали, вот мне часто пишут, мы установили с твоего телеграм-канала. Кстати, кто не знает, у меня есть телеграм-канал, ниже, посмотрите, там очень много полезных программ. И вот мне многие пишут, мы там установили какую-то игру Майнкрафт своего телеграма, она у нас не тянет. Друзья, на телефоне есть такая функция настройки графического драйвера, очень полезная. Вы в эту настройку заходите и смотрите, включаете, вот здесь вот, она у вас будет выключена, вы просто включаете ее и выбираете любое абсолютно приложение. На вашем телефоне будет очень много приложений. К примеру, выбираете, нажимаете системный графический драйвер, и когда вы находитесь в этом приложении, вся моща телефона, вся оперативная, все, все, весь процесс будет направлен только на эту игру. И эта игра будет играть на полную катушку, и у вас не будет проблем с тем, что у вас будет включить телефон, лагать, либо что-то еще делать. Понравилось? Ставьте лайк. Ну и показываю еще дальше настройки. Вы заходите в настройки, ищите пункт, который просто называется конфиденциальность, вот он у вас, и в конфиденциальности ищите пункт, который называется использование и диагностика, разрешите отправлять данные, чтобы улучшить Android. Этого не нужно делать, вы выбираете личные данные, выбираете тот аккаунт, там он предложит, да, и вы просто-напросто, вот смотрите, помогите сделать устройство Android еще лучше, разрешите автоматически отправлять Google диагностические данные, а также сведения об использовании приложений и самого устройства. Это поможет нам улучшить работу системы, снизить расход заряда и повысить стабильность. Вот это вот все, не нужно вестись на это все, а лучше всего вот это вот отключить, потому что все данные будут собираться и непонятно кому отправляться. Это тоже очень сгубно будет влиять на ваш телефон. Ну, еще одна настройка, опять-таки выходим назад, и здесь у нас есть пункт, который называется батарейка. Я рекомендую вам поставить, где у вас текущий режим, вам поставить сбалансированный, то есть это будет максимально сбалансированный телефон между производительностью высокой и низкой экономии до энергии. сбалансированный ставьте, и у вас будет батарея дольше держать, и телефон будет работать хорошо, без глюка флагов. Ну и последняя настройка опять расширен настройки для разработчиков. И здесь у вас есть тоже пункт такой, который называется многих он есть, на всех андроидах в принципе он есть, не будем делить на марки анимация окон, вам нужно просто поставить без анимации, анимация переходов, без анимации, длительность, без анимации, и все, перезагружайте свой телефон, и у вас никаких глюков, лагов, дестабилизации, каких-то процессов вообще не будет. Вот эта настройка действительно вам поможет справиться с этими всеми функциями. Больше видео на моем канале, всем прекрасного вечера, всем хорошего вечера, здесь оставлю также два видео, посмотрите, там много интересной информации, всем пока.